Чемпионат Молдова Этот год у меня сложился таким образом, что закончился контракт с прежним клубом в Гомеле, и найти какое-то хорошее место работы в Беларуси было проблематично, потому что команды, которые ставили задачи, они были заполнены вакансией, какие-то другие варианты мне просто было неинтересно, и я сразу это обозначил. Поэтому откликнулся на предложение из Прибалтики, но, как оказалось, там было довольно любительские условия, и сама работа была, так скажем, не очень интересна. Поэтому я ждал предложений, то есть, естественно, есть круг знакомых, которые интересовались, почему, что и как, и вот, наверное, из этого всего всплыл этот вариант. Вы работаете с агентом или поступило предложение, ну как, кто позвонил? Ну, изначально мне позвонил Опря Игорь Васильевич, вот, поинтересовался, то есть, есть ли у меня желание, ну, а дальше уже механизм запущен был. Агента у вас нет? Ну, лично агента нет, но есть, естественно, есть знакомые агенты, которые, так скажем, через которых футболисты приобретались, там приглашались, то есть, они интересовались, они спрашивали, потому что люди приезжали, интересовались игрой именно, когда я работал в Гомеле, потому что команда была на виду, команда выступала в Еврокубках, и частенько приезжали не только там белорусские агенты, но и из других стран. Когда вы на самолете, видимо, приземлились к Кишиновскому аэропорту, что вас удивило? Да, особо ничего не удивило, потому что, скажем, до того, как я пришел на базу, ну, все было ожидаемо, а вот когда я переступил порог базы, вот здесь уже пошли удивления. Ну, вот три самых таких любопытных вещи, которые произошли с вами здесь. Ну, первое, что я увидел, родной стадион, потому что в Гомеле тоже зеленые цвета преобладают, чисто футбольный стадион, и он в чем-то схож, потому что зеленые трибуны, близко возле поля, футбольный стадион, футбольная атмосфера, и вот это, скажем, было, наверное, сразу меня, говорится, здесь зацепило. В обществе, так, в жизни, в городе, там, в стране. Ну, скажу так, что в городе редко удается побывать, вот ходим в ближайшие магазины, если что-то надо тут выйти прогуляться, а так, ну, бываем в торговом центре, все, в принципе, скажу, что больших развлечений, что в Белоруссии, что в Латвии, что здесь. То есть, есть, естественно, свои какие-то отличия, но также в магазины ходят обычные люди и бывают необычные люди, то есть, все, все как везде, ну, естественно, есть свой определенный колорит. Самая удивительная вещь, которая с вами произошла вот здесь, может быть, самая даже неприятная? Ну, скажем, удивительная и неприятная, то, что я с первого тура, так скажем, уровень сопротивления команд меня удивил, потому что первые несколько матчей, когда мы сыграли с Тирасполем, когда здесь был матч с Костуленью и потом матч с Вересом, три матча подряд, скажу, что был очень высокий накал этих игр, полнейшая была самоотдача соперников, то есть, я увидел, что, ну, непросто, довольно-таки непросто будет здесь работать. Вы считали, придя сюда, что чемпионат Молдовы слабее, чем то, что вы здесь увидели? Ну, понимаете, ожидание – это одно, но ведь два года назад я свою команду привозил сюда, Гомель, и мы играли здесь осенний кубок Молдовы, так называемый. Мы играли с Милсами, точно помню, что играли с Рапидом, да, то есть мы забивали 4-5 голов и спокойненько играли матчи, можно сказать, что на одной ноге, да, и мое представление было немножко другим, да, то есть я видел, что все-таки это были разные по уровню команды, а здесь я увидел и исполнение, и скорости очень высокие, и самоотдача просто сумасшедшая. Вы в Молдовском футболе работаете уже несколько месяцев. Три главные черты Молдовского футбола? Ну, скажу, первое – это, наверное, преобладание атаки над обороной, то есть команды, многие бегут в атаку, как последний бой, как говорится, не оглядываясь на тылы, да, высокие скорости, то есть быстрый переход из обороны в атаку, то есть особо не выбирая средств, то есть длинный пас, средний пас, любой передачи, то есть все направлены вперед, вот здесь для меня удивление. Ну и плюс, вот, хорошая, именно, то есть, скажем, скоростная выносливость команд, то есть многие футболисты, то есть не устают, в таком темпе играют и сохраняют эту боеспособность под 90 минут, ну и самоотдача. Главный минус Молдовского футбола? Главный минус, ну, знаете, как, наверное, просто, может, нельзя так говорить минус, я, может, скажу на примере своей команды, потому что мы уже разобрались здесь, провели тестирование, есть, так скажем, ряд качеств, которые, так скажем, не на уровне футболистов, а, ну, скажем, по отношению к другим, то есть, вот скажу, что, например, там, выносливость и, наверное, сила, вот скоростно-силовое качество, может, здесь вот уступают, наверное, другим, может, чемпионатам, но за свою команду, может быть, точно, то есть у нас недостаточный уровень. Еще такой вопрос, скажите, в Молдовском футболе работали белорусские специалисты, Леонид Кучук, Андрей Сосницкий, Виталий Рашкевич, причем Леонид Кучук с достаточным успехом здесь работал, сейчас он в «Локомотиве», а многие говорят, что приглашение, ваше приглашение в Зимбур, это, ну, в какой-то степени дань моде, то есть придет белорусский специалист, да будет там счастье, как прокомментировать, ну, третью, по крайней мере. Я не могу об этом судить, потому что, так скажем, я не знаю всех этих моментов, естественно, тренеров знаю, всех прекрасно, со всеми хорошо знаком, но, наверное, не мне об этом судить, может быть, это не моде, может и нет, то есть, я не могу на этот вопрос ответить вот однозначно, да. Олег, скажите, вот вы играли центрального полузащитника, да, на этой позиции сейчас выступает Андрей Кужакарь. Чем вы сейчас, чем вы отличаетесь от него, ну, бытность игрока? Ключевой футбольский, так понимаю. Ну, скажу, что плюсы Андрея – это хороший удар, видение поля и, так скажем, единоборство, силовая борьба, то есть он не уступает, он много выигрывает единоборство, поэтому отличается от меня, ну, наверное, он, может быть, более современный футболист, потому что о себе, наверное, неправильно будет вспоминать, но скажу, что в плане, там, выбора позиций, это здесь он, ну, особо, я бы не сказал, что он здесь чем-то отличается, но современные футболисты должны быть более сильны, более развитые, вот я скажу, здесь… Развивать эти качества еще и не надо? У него не есть определенные, но ему еще надо развивать, потому что, хоть он и футболист не молодой уже, но у него очень еще есть куда, к чему стремиться. Скажите, вот многие отмечают, что у Зимбру достаточно симпатичная, такая талантливая команда, да, есть и футболисты, которые выступают в сборной Молдове, тем не менее, вы пока находитесь на шестом месте. Почему так происходит? Ну, вот первое, что я, говорю, заметил, это уровень сопротивления, то есть я смотрю матчи соперников накануне нашей игры, и вижу совершенно другую картину, которую потом просматриваю, как мы играем. У меня такое вот ощущение, что против Зимбру все играют, как это самый для них важный матч. Это флагман, ну, отлично. Да, и поэтому, естественно, когда высокий уровень сопротивления, возникают и какие-то определенные проблемы. Для того, чтобы Зимбру было закономерно сейчас в лидерах, команда должна быть на голову сильнее, то есть как Шериф, потому что все с этой командой считаются и все бьются. Вы говорили о том, что перед матчем Шерифом, извините, я вас перебью, что ваш Шериф, в принципе, ничем не удивляет. Что можешь сказать уже по прошествии игры? Ну, по прошествии игры я уже могу просто более детально игру Шерифа для себя разложить, потому что картинка – это картинка, а здесь уже я могу точно сказать, допустим, как они играют, как они атакуют, в чем сильны, в чем слабы. Но мое мнение не поменялось, потому что Шериф играет с позиции силы, первым номером, и команда вынуждена действовать по определенному шаблону, потому что она не подстраивается под соперников здесь. И, естественно, игра наигрывается, они не разыгрывают какие-то лишние варианты игры, потому что им надо играть первым номером, подстраиваться – нет. Поэтому эту команду, так скажем, легче, наверное, изучать, и от нее легче отталкиваться. Давайте сейчас пройдемся быстренько по персоналям. Почему Александр Дедов еще в Зимбру? Почему Дедов в Зимбру? Потому что есть ощущение, что он уже перерос в уровень отечественного футбола. Ну, футболист должен уходить, когда есть предложение. Наверное, у него нет такого предложения, когда бы он решился на переход. А вы его считаете лучшим футболистом в Зимбру? Я бы не хотел так однозначно говорить, потому что я не знаю прошлой заслуги. Сегодня он ни по статистике, ни по выходу на поле, по минутам на поле, ни по чем он не является. Да, он хороший футболист, но он-то должен подтверждать на поле, а не статусом своим. Вы его часто меняете на саппетару. Почему? Из-за того, что хотите молодым дать дорогу, или он вас не устраивает по каким-то игровым компонентам? Ну, еще раз говорю, что у нас сегодня напряженный игровой график. И его я меняю, когда решаю, что игра сделана, например, и мне надо дать другому сыграть. У нас есть впереди важный матч, надо успеть восстановиться. И так далее, и так далее. Есть причины, с которыми связаны его замены. Николай Каланча не в сборной. Для вас это не странно? Не странно, потому что я, скажу, что все-таки тренер полевых игроков больше, чем вратарей. И вот оценивать нюансы здесь должны специалисты более сильные, чем я. Поэтому это, наверное, вопрос не ко мне. Я вижу, как он играет. Но я не знаю уровень вратарей, которые приезжают в других чемпионатах. То есть кто-то там в России играет, еще где-то. Я не могу их оценить, видя матчи сборной. И то я их вижу, немного этих матчей видел. Поэтому, я скажу, мое мнение не будет, наверное, таким объективным даже для себя. У меня нет определенного этого сменения. Вы часто делаете ставку на Цыганова. Чем хорош Цыганов? Цыганов хорош тем, что, наверное, усыпляет соперников своей, так скажем, не очень высокой активностью. Но он исправно забивает. Главное качество. Да. Кто в вашей команде самый большой балагу разаводил сейчас при вас? Ну, скажу, что есть. Ребята уже, так скажу, уловили взаимоотношения наши. Да, они уже понимают. Ну, это опять же все взрослые футболисты. Тоже и Каланча, и Дедов, и Кожакар, и у нас и Рафаэл. Хоть он и не очень хорошо говорит, но он все понимает. Любитель поговорить, пошутить, хоть я его пока еще не понимаю до конца. То есть есть футболисты, которые могут что-то сказать, пошутить, там, попросить себе что-то, льготы какие-то дополнительные. Ну, есть кому-то. Какой вы тренер? Мы еще не поняли. Эмоциональный, спокойный, в меру. Мы следим за вами, но еще точно в рецепт, кто такой кубарем не понял. Ну, скажем, спокойный, когда меня не может вывести, допустим, игра из себя. Но когда я вижу, что, например, какую-то несправедливость, когда это касается не спорта, когда, допустим, судейские ошибки, я считаю, что они надуманные. То есть, ну, у меня есть свои ощущения на скамейке, потому что я сижу у поля, я по-другому воспринимаю. Я вижу, когда футболисты не выполняют установку. Не то, что у них что-то может получаться, не получаться, но футболисты, так скажем, находятся, отсутствуют на поле. И тогда вот это меня может вывести, я могу туда вскакивать, что-то кричать, потому что, так скажем, напряжение высокое в матче, да, тренер все равно сидит, может, конечно, на каком-то там электрическом стуле, да. И это, наверное, какой-то выход эмоций. Так кнут или пряник? Нет, не скажу, что ни кнут, ни пряник. То есть, у меня есть определенная, скажем, система в работе, да, и есть дни, когда футболисты знают, я их предупреждаю, что если сегодня кто-то, что-то там один метр не добежит, то сегодня будет кнут, да. Есть дни, когда я отношусь ко всему спокойно, потому что сегодня важнее голова на поле, чем ноги. Поэтому футболисты знают, есть у нас свои условности, договоренности, да. Но если кому-то нужен кнут, то будет кнут. Вот как их наказывать? Вот кого из последних вы наказали, причем так, не слабо? Ну, не сказать, что наказание. Ну, есть наказание рублем, то есть футболист один у нас опоздал на установку, я не буду говорить, кто это, да. Есть футболисты, которые могут, так скажем, себе позволить вольности какие-то, так скажем, тренировочного процесса, да, не прийти там к доктору вовремя и так далее, и так далее. Естественно, может быть здесь кнут, но это, опять же, не в плане того, чтобы они боялись. Я хочу воспитать, чтобы футболисты сознательно относились к футболу правильно. Фабио Капелло запрещает футболистам в раздевалке использовать мобильный телефон. Что запрещаете вы? Ну, скажу, что мы телефоны не используем за день до игры, когда у нас есть заезды, карантины. То есть я сказал, что, пожалуйста, вы можете их использовать так, чтобы их никто не видел. То есть в номере находишься, можешь общаться, но если ты находишься в столовой, в команде, при команде, телефоны мы не используем, потому что ребята, скажу, уже вижу, что даже есть зависимость какая от этих игрушек, от всяких. Что еще нельзя игрокам в зимбру? Три вещи, которые нельзя привозить. Нельзя плохо в футбол играть. Это первое. Организаторский. Да, мы им все разрешаем. Но, естественно, футболисты должны быть опрятные, футболисты должны быть в экипировке клубной. То есть есть правила, которые должны соблюдать, скажем, дресс-код в любой корпорации. Поэтому здесь бы мне хотелось, чтобы футболисты это делали не из уважения, не из боязни. Это просто должно быть само собой, это должно быть воспитание. Еще последние два вопроса. А где сейчас проживает, как кратает время Олег Кубарев? Проживаю на базе. Разве руководство клуба не выделило вам квартиру, или вы не хотите? Ну, я не хочу, потому что у меня здесь работы много. Мне интересно, как ухаживают за полями. Мне интересно, как тренируется молодежь посмотреть. Мне интересно выйти и самому здесь позаниматься в свое свободное время. То есть здесь все есть условия для проживания, у меня есть интернет, у меня есть телевизор, у меня здесь все есть. И город мне, по сути, не нужен, потому что я здесь один, без семьи. А с семьей сюда еще не собираетесь? Ну, скажи, нет возможности, потому что дети учатся, жена работает. И вы жительного нет? Нет, в Минске можно. Последний вопрос. Скажите, вы когда сюда отправлялись, вы с кем-то советовались, например, не было ли мысли позвонить Кучуку, сказать, Анис Станиславович, может, есть смысл? Ну, скажу, что с Кучуком мы частенько общаемся, поэтому представление здесь мне не надо было, его дополнительное. Да, спрашивать чей-то совет, ну, я считаю, что это было неправильным, потому что надо решение принимать самому. Если бы у меня были сомнения большие, тогда бы я, наверное, ходил и спрашивал советов. А так как у меня их не было, я приехал, все посмотрел. Ведь футбол, он одинаковый, надо работать в любом чемпионате, все зависит от уровня исполнителей. Субтитры создавал DimaTorzok